Русский мир Путин планировал спровоцировать голод в Украине. Правозащитники авторитетной международной организации Global Rights Compliance собрали доказательства, как именно Москва планировала это преступление. По их данным, еще в 2021 году Россия начала скупать в беспрецедентных количествах грузовики для перевозки зерна. Один из основных ударов был нацелен на богатый зерном юг Украины, а захват ферм стал приоритетным заданием для русских. Иными словами, Москва собиралась устроить украинцам голодомор, как в 1932-1933 годах, когда Кремль искусственно спровоцировал голод в Украине, от которого погибли миллионы мужчин, женщин и детей, чтобы таким образом окончательно усмирить украинцев. Тогда Москва пыталась скрыть это страшное преступление, благодаря кому правда стала известна всему миру исторические факты к дню памяти жертв голодомора. Заговор молчания. Кто и как в СССР скрывал от мира правду о голодоморе? Он взял большие деньги от Сталина. И истории тех, благодаря кому она все равно просочилась за железный занавес. Его репортажи распространяли в других изданиях. Журналист, решивший пойти против системы. Страшная статистика ученого Дмитрия Соловья. Скандальное выступление в Лиге наций дипломата Александра Шульгина. Сообщил, что миллионы людей умирают от голода. И загадочная смерть британского репортера Гаррета Джонса. Классическая шпионская операция. Как советские спецслужбы зачищали говоривших о голодоморе в Украине и почему грандиозный замысел провалился. Сумрачная атмосфера полукруглого зала. И страшные экспонаты, иллюстрирующие трагедию, развернувшуюся в Украине более 90 лет назад. Здесь, в музее Голодомора, среди сотен историй из Украины есть одна из другого континента. От автора вот этих писем, набранных на старой печатной машинке. О трагических событиях 1932 года в Украине в письме другу расскажет тогда инженер из ЮАР Джерри Берман, работающий в СССР в период индустриализации. Он пишет, я работаю больше не как инженер, а как менеджер, который ищет любую еду для своих работников. Однако эти свидетельства не станут сенсацией того времени. Данных о Голодоморе в мире в прессе вообще крайне мало. Как же так случилось? Ведь в Союзе уже тогда работали международные журналисты и отправляли информацию в западную прессу. Но они молчали. О тайной информационной блокаде в СССР расскажу далее. В начале 30-х здесь трудятся более 130 тысяч людей, наемных работников и жителей местных сел. Постройка гребли Днепрогэс станет главным символом индустриализации. Она оплачивается за счет экспорта зерна, насильно вывезенного из Украины и отнятого у селян. Советская пресса выступает рупором этой преступной сталинской политики. Апогеем тогда было принятие решения, якобы по инициативе редакции газеты «Комсомолец Украины» про отправку за рубеж железнодорожного эшелона из 32 вагонов общим весом 600 тонн. К середине осени 32-го ситуация в Украине, где у жителей отнимают и другие продукты питания, уже критическая. Люди умирают от голода, но на страницах советских газет, опять же, совсем другая картина. Большой материал обогатим социалистические поля Киевщины высокоценными культурами. То есть можно подумать, что все прекрасно. А это уже украинская газета в Чехии. Здесь появляются свидетельства ужасов, происходивших тогда в Украине. Но издание с небольшим тиражом и на украинском языке, то есть для своих. В этой газете мы можем прочитать о том, как через речку Сбруч, тогдашнюю границу, пытались бежать голодные боссы и люди из советской Украины, как в них стреляли пограничники. А что же в это время пишут в мировой прессе? В Москве, где иностранные журналисты жили в дорогих отелях, они, так сказать, сотрудничали с советскими органами цензуры. Например, создавали специальные пресс-туры. Одной из точек этих туров был Днепрогэс. Человек невысокого роста, в очках и удачно скроенном костюме. Британский журналист Гаррет Джонс – один из тех, кто едет в такой пресс-тур. Городок американских инженеров Днепростроя производит на Гаррета Джонса впечатление настоящего американского ранчо просто в Советском Союзе. Но то, что происходит вокруг, заставляет его задуматься, для всех ли такое изобилие. Рабочие, трудящиеся на Днепрогэс, наоборот, живут достаточно бедно. И чем дальше от стройки, тем картины все больше шокируют. В это сложно поверить, но западная пресса – очарована индустриализацией. И журналисты пишут лишь о большой стройке, а не о том, что на ней десятками гибнут от голода сами строители. Гаррет стал первым, кто захочет увидеть реальную картину жизни в Украине, а не советскую показуху. Что он делает? Он едет в Харьков и по дороге выходит из поезда. Идет по украинским селам и смотрит, что там происходит. Говорит с людьми, которых встречает. Увиденное Джонс запишет в небольшой блокнот. Чекисты, конечно же, узнают об этой поездке. Вскоре журналисту запретят въезд в страну, но выехав из СССР, он напишет бесценные репортажи для западных изданий. «Гардиан», «Нью-Йорк Таймс» и «Дели-экспресс». О преступлениях советского режима. Репортажи Гаррета Джонса имели чрезвычайно большое значение. И эту историю о таком путешествии по этим голодным селам в Украине другие журналисты распространяли, ссылаясь на него в других изданиях. Допустить такого Советский Союз просто не мог. Против Джонса разворачивают настоящую информационную кампанию с участием другого известного журналиста – полицеровского лауреата Уолтера Дюранти, также работавшего тогда в СССР. Он и берется опровергать слова Джонса. «Уолтер Дюранти взял большие деньги от Сталина и писал то, что было выгодно Сталину. Он говорил, что люди голодны, но они не голодают. Это знаменитая его фраза. Ну как же, это же такой абсурд, ты же сам констатировал, что голод». Джонс погибнет спустя два года после первой своей поездки в Союз. Все произойдет в Китае. Его тело найдут на дороге с тремя пулями. Однако эта смерть будет вызывать много вопросов. Ведь среди тех, кто его тогда там сопровождал, были замечены люди, причастные к советским спецслужбам. «Классическая такая распространение». Там классическая шпионская операция. Его выманивают в Китай, зная, что он авантюрист. Два агента отправляются с ним, а затем своими или чужими руками его застрелят. Открытое выступление против Совета в сталинские годы практически всегда приговор. Однако это не остановит и другого человека, попытавшегося донести мировым СМИ правду о трагедии в Украине. Министр правительства ОНР в изгнании Александр Шульгин в 30-х годах, проживающий в Париже, бьет тревогу на всех уровнях. Он активно сотрудничает с Лигой наций, потому что там был такой коммуникативный комитет. Он объединял около 50 стран, из которых некоторые были непризнаны на международном уровне. И он выступал там, на подкомитетах Лиги наций. Лига наций – организация предшественницы ООН. Информация о страшнейшем голоде в Украине там вызывает бурную реакцию. Но попытки отправить в СССР гуманитарную помощь блокируются самим Союзом. Ведь там утверждают – в стране проблем с продуктами питания нет. Шульгин ведет свою борьбу прежде всего на страницах французской прессы, на то время лояльной к коммунистическим идеям. Роль Шульгина в распространении информации в том, что мир знал о Голодоморе, огромна. Он сообщил, что миллионы людей в Украине умирают от голода, тяжело страдают без помощи, и это в центре Европы. Но настоящую правду о Голодоморе теперь уже в цифрах. Миру откроет в 40-х другой украинец. Исследователь Голодомора Дмитрий Соловей именно в 30-х работал в советских органах статистики и видел реальную картину трагедии. Во время Второй мировой он эмигрировал из СССР в Германию и заговорил. Была директива, запретившая регистрировать и называть, что реальная причина смерти – это голод. Придумывали всякие другие. Но, конечно же, статистика выдавала, и он видел, как она колеблется, как она меняется, и что есть фальшивая тенденция. На основе этих цифр, а также сравнений данных смертности за 26-39 годы, он оценил реальные потери Украины за время Голодомора. По его данным, тогда погибло 6 миллионов украинцев. На сегодня официальная цифра, о которой говорят, достигает почти 4 миллионов, но она не считается окончательной. Упорный труд Исоловья, и Джонса, и Шульгина он сделал очень много в то время. И Голодомор, как очень-очень хотелось советской власти, не стал забвением. А действительно, правда о нем стало известно. И хотя все эти свидетельства будут доступными, громко заговорят о Голодоморе в мире только в 70-х. До этих пор Союзу удастся не акцентировать внимание на этой трагедии. Россия геноцид украинского народа так и не признает. И даже больше. Первое, что сожгут ее солдаты на оккупированных территориях – это книги памяти о тех событиях. Как тогда, так и теперь Москва продолжает воевать на информационном фронте. Но страшное наследие правоприемницы, которого после развала Союза добровольно стало РФ, не скрыть. Правда, все равно выходит наружу. Катерина Павловская, исторические факты. Это не мы. Фраза, которая должна стать официальным лозунгом Кремля. Ведь именно она в разных стилистических формах уже давно является символом путинской политики. Взорвали дома в Москве – это не мы. Что случилось с подводной лодкой «Курск» – она утонула. Аннексия Крыма и война на востоке Украины – нас там нет. Когда в России направо и налево по поводу «Ибес врет главный барин», чего ожидать от его комарилии? Осенью 2017-го над Европой обнаружили радиоактивное облако. Подозрение быстро пало на Россию. Но там применили универсальное заклинание – это не мы. Как западным ученым удалось вывести Москву на чистую воду? Где именно был выброс радиации? Какие еще версии рассматривались по горячим следам? И зачем кремлевская пропаганда уверяла, что радиоактивный дождик укрепляет иммунитет? Вот вам исторические факты. Радиоактивное облако над Европой. Где был эпицентр? Мы сейчас не знаем. Чем опасен Рутени? Врожденные аномалии, врожденные болезни. Почему по горящим следам не удалось установить, откуда взялась радиация? От Санкт-Петербурга до Урала у нас наблюдался Рутени. Октябрь 2017 года. Французские и немецкие ученые бьют тревогу. Над Европой появилось радиоактивное облако. В воздухе обнаружили Рутени-106. В природе его не существует. Вещество образуется после распада урана в ядерных реакторах или при утилизации радиоактивных отходов. Рутени вообще не должно быть. Количество его в воздухе должно быть ниже возможности регистрации приборов. Первое подозрение у европейцев возникли по отношению к Украине. В стране 5 АЭС и несколько десятков промышленных предприятий. Не они ли выбрасывают радиоактивные отходы? Такой запрос из Европы поступил в адрес украинского Центра по радиационной безопасности. Это их заинтересовало действительно. Вопрос был не от нас ли. Вот и тогда мы начали проверять, мог ли он идти от нас. Никаких подтверждений, что выброс произошел именно в Украине, ученые не обнаружили. Ниточки потянулись к северному соседу. Явно он со стороны Урала или Сибири до нас дошел. В украинском гидрометцентре тогда высчитали, больше всего радиации пришлось на юг Украины. Самая большая концентрация рутения на территории Украины наблюдалась на территориях Запорожской атомной станции, на территории Одессы. Также мы считаем, что были высокие концентрации на территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине. Насколько это было опасно? Допустимая норма рутения в воздухе 500 милибекарелей, а на территории Украины максимально зафиксированный уровень был всего лишь 45 милибекарелей. Это не представляет никакой угрозы для человека. А что же в России, где, вероятно, и была утечка радиации? Там попытались скрыть информацию об аварии. Из-за чего ситуацию сразу сравнили с трагедией на Чернобыльской АЭС. Тогда власть также долгое время умалчивала о проблеме. Мы помним, что было в 1986 году, когда только благодаря тому, что ветер подул в сторону Швеции, мы узнали о том, что... Ну, мы это узнали сразу, а в мире узнали, что была Чернобыльская авария. Два месяца понадобилось, чтобы россияне признали наличие проблемы. Содержание рутения в воздухе выросло в тысячу раз. Источник мы не ищем по одной простой причине. Чего его искать, когда нет опасности? Впоследствии российское издание Вести.ру опубликовало потрясающую новость. В Башкирии прошел безопасный рутениевый дождь. В соцсетях это сразу высмеяли. Рутениевый дождь. Ветер северный. Безопасный рутениевый дождь имеет целебные депиляционные свойства. Пока Россия скрывала информацию, Европа пыталась самостоятельно выяснить, как и где мог произойти выброс. Рутений-106 выделяется при переработке ядерных отходов. Его используют в авиакосмической отрасли, в спутниках, а также для лечения онкологических заболеваний глаз. Выброс радиации на медицинском предприятии сразу же вычеркнули, поскольку там используются слишком малые дозы. Другое дело спутники в космосе. В них рутений – источник энергии. Традиционный источник тока. То есть это как аккумуляторная батарея. Выкористовывается. Используются такие энергогенераторы для современных спутников противоракетной обороны. Не исключено, что невыведенный на орбиту спутник сгорел в нижних слоях атмосферы. В нижних шарах атмосферы. Еще одна версия – авария в Челябинской области на одном из предприятий объединения «Маяк». Здесь занимаются переработкой ядерных отходов. Пока про источник. Ну нельзя сказать определенно, что… Ну единственное, что «Маяк» говорят. Ну нельзя-то определенно сказать. Юрист, эколог Надежда Кутепова, защищавшая в России жертвы облучения, но вынужденная эмигрировать, была уверена – утечка произошла именно на «Маяке». На заводе по остекловыванию высокоактивных радиоактивных отходов в технологическом процессе остекловывания произошел выброс рутения. На предприятиях «Маяка» ядерные отходы смешивают с жидким стеклом, замораживают и в результате получают стеклянные кубы. Потом их просто закапывают в землю. По мнению эколога, причиной выброса рутения могла стать некачественная конструкция плавильной печи. На самом деле у этой печи сложная история. Заключен договор с предприятием-банкротом. Они на год опоздали, у них некому было ее строить. Они заплатили деньги предприятию-банкрот, и потом у нее за три месяца построили. И были какие-то у них недостатки даже на момент испытаний. На самом заводе, конечно же, все отрицали. Никаких инцидентов, связанных с повышенным содержанием рутения, нет. Хотя мы и зафиксировали следы. Ничтожные следы, которые, кстати, имеют такой же примерно масштаб загрязнения, как и, скажем, в Центральной Европе. Впрочем, врать здесь не впервой. Ведь в Челябинской области подобные аварии были и раньше, как раз на маяке. Самое страшное произошло в 50-х. Тогда люди массово умирали от лучевой болезни. Но информацию скрывали почти 30 лет. Рутений вызывает онкологические заболевания. Но только при высоком уровне выбросов малые дозы человек не почувствует. Можем говорить только о тех эффектах, которые могут возникнуть в следующем поколении, связанные где-то на генетическом уровне. Врожденные аномалии в будущем, врожденные болезни. В 2019-м, то есть два года спустя после выброса Рутения, ученые из 32 стран мира обнаружили виновника в утечке радиации. Проанализировав более 1300 измерений радиоактивного фона со 176 станций в почти 30 странах, сопоставив их с результатами моделирования движения воздушных масс в те дни, они смогли установить координаты источника утечки. Челябинская область, завод «Маяк», Россия. Бортанул белорусского диктатора. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался лететь в Минск навстречу стран-участниц ОДКБ. Организация договора о коллективной безопасности появилась в 92-м, как попытка Кремля состряпать из бывших стран СССР новый военный блок после кончины Варшавского договора. Но затея вышла так себе. На 32-м году жизни Альянс скорее мертв, чем жив. Поговаривают, что с вещами на выход уже собрался Казахстан. Своих намерений покинуть ОДКБ не скрывает и Армения. И отказ лететь навстречу Минск этому яркое свидетельство. Не помог даже звонок Лукашенко. Белорусский диктатор лично пытался переубедить Пашиняна, но тщетно. Стареет Батька. Нет уже того дара убеждения, который помогал ему создавать мифы, в которые верила не только Беларусь. Даже за ее пределами Батькины сказки работали. Например, о качественных белорусских продуктах, сделанных по советским ГОСТам. Зачем Лукашенко эксплуатировал эту тему? И так ли хороши на самом деле были сгущенка или масло, сделанное в Беларуси? Лукашенко создал этот миф. Исторические факты его разрушат. Сказки от Батьки. Дешевые полезные продовольственные продукты, качественные дороги. Как Беларусь наживалась на советских мифах. Лукашенко в кирай. Украинцы поглядят на эту Лукашенко в кирай. Почему же сами белорусы бежали из этого рая? Детективные истории политэмигрантов. Вот это надо побывать там, чтобы понять. Исторические факты в роли разрушителей мифов о сытой и почти советской Беларуси. Уже почти 30 лет Лукашенко зубами удерживает власть в Беларуси. В стране должен быть наведен идеальный парадок. Имидж сильной руки, которая держит все под контролем, породил стереотип, будто бы белорусы купаются в достатке, как сыр в масле. Наша продукция – это не столько премиум класса продукции, а это для обычных людей, в обычных магазинах, хотя и мы и премиум производим. Молоко, масло, колбаска, а еще сыры, конфеты, сгущенка – все это статьи белорусского экспорта в Украину до полномасштабного вторжения России. Сгущенка идет рука об руку с абсолютным попранием всех правил и свобод. В любви к белорусской сгущенке в 2021 году даже признавался народный депутат Качура, реагируя на возможные санкции против Беларуси и, как следствие, закрытие украинской границы для белорусских товаров. Но потом народный избранник уверял, что его не так поняли. Он пошутил, и вообще сгущенка – это вредно. Я вообще сейчас никакую, она такая для здоровья не очень полезная, поэтому я стараюсь с ней есть никакую. Я уже давно не ел, несколько месяцев. Но, как оказалось, далеко не факт, что неполезная, но любимая народным депутатом белорусская сгущенка на самом деле была «Made in Belarus». До полномасштабного вторжения России белорусские продукты на украинском рынке занимали всего 4% от всего импорта из Беларуси. Многое из того, что до 24 февраля 2022 года продавалось в Украине как белорусский товар, на самом деле было маркетинговым ходом. Чрезвычайно большое количество якобы белорусских продуктов, которые продавались на украинских рынках, это был украинский продукт, который продавался под брендом «Белорусским». Это пользовалось спросом. Спрос, вызванный ностальгией по Советскому Союзу и вкусной дешевой колбасе или сгущенке, изготовленной по так называемым ГОСТам. Именно на этом играли хитрые дельцы. Они не просто использовали название «Беларусь», они использовали даже место производства. Псевдобелорусские продукты, как правило, стоили дешевле. Распознать подделку можно было путем проверки в реестрах или посмотреть на дату изготовления. Беларусь вряд ли мог выдаить корову вечером, чтобы утром следующего дня молоко или масло оказалось уже на Киевском базаре. Наши производители, которые подделывали эту продукцию, они не понимали, что за сутки продукция в реализацию из другой страны не может попасть. Но и реальные белорусские продукты тоже были далеки от идеала и советских ГОСТов, которые воспевал режим Лукашенко. Главный рынок сбыта для белорусских продуктов – Россия, но даже там к ним куча претензий. В молочке и мясо находят антибиотики и болезнотворные микроорганизмы, даже радиацию и геном вируса африканской чумы. О химии и говорить нечего. В колхозах Лукашенко та же проблема, что была и в колхозах Брежнева. Бесконтрольное использование пестицидов и химических удобрений. Оно и неудивительно. До 2022 года Беларусь была мировым лидером по производству калия, поэтому удобрения перепадали местным колхозам без проблем и в любых количествах. Тысяча рублей – это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. Лукашенко уже лет 10 обещает белорусам среднюю месячную зарплату в 500 долларов. Реальность несколько иная. Это миф. Зарплаты ниже, чем в Украине. Средняя зарплата 200-300 долларов – это прекрасно хорошо. Вот те 500, которые Лукашенко обещал, их до сих пор нет. Выходит, ползарплаты за килограмм черешни особенно не наешься. Еще один стереотип, мол, Беларусь – суперсоциальное государство, которое заботится о каждом. Те же льготы и тому подобное в Беларуси их резали очень давно. По объемам социальных гарантий Беларусь даже не такое социальное государство, как Украина. Беларусь Игорь Тышкевич развенчивает стереотипы о советской модели экономики в Беларуси. На самом деле, во многих аспектах она приобрела признаки рыночные. Вот только Лукашенко не изменился. И это одна из предпосылок кризиса. Меняется структура экономики, а структура политического управления остается старой. Именно поэтому политический кризис в Беларуси и возник. Впрочем, в Беларуси все равно сохраняются советские атрибуты – пятилетки, колхозы и совхозы, а также ручное регулирование цен. Поэтому, когда система рухнет, Беларусь ждут новые 90-е. Будет однозначно обрушение государственного сектора, будет однозначно резкое падение доходов населения, будет резкая поляризация богатых и бедных, которая будет происходить на фоне мощного захода туда российского капитала. Собственно, российский капитал и держит белорусскую экономику на плаву. Пока что явные и скрытые дотации Кремля составляют, по самым скромным оценкам, до 10% белорусского ВВП. Диктатор Путин периодически дает отмашку выделить белорусскому коллеге кредит, чтобы режим не рухнул. Но за них рано или поздно придется платить или, скорее, расплачиваться. Майдан независимости Киев. До протеста в Беларуси Елена Васильева жила в Минске, имела там успешный туристический бизнес, ездила по относительно ровным белорусским дорогам на хорошей машине. Как вдруг все перевернулось с ног на голову. Были все основания собраться в течение двух часов, взять ребенка, сесть на машину и поехать в сторону украинской границы. Ей светили годы тюрьмы из-за поддержки оппозиции. К счастью, говорит женщина, нашлись хорошие люди на белорусско-украинской границе и относительно чистые улицы Беларуси остались позади. Да, чистые улицы, но они весь и при Сталине были чистые. А если по этим улицам, когда ты с чем-то не согласен, идут танки, ОМОН, который готов тебя убивать, то, по-моему, грош цена таким улицам. Другая показательная история. Наталья Горячка буквально сбежала от чекистов. Причем не от своих белорусских, а от российских, которые в Беларуси давно действовали как дома. Ей пришлось провести в СИЗО в сумме два с половиной месяца и пройти все круги тамошнего ада. Это МКВД. Это метод МКВД. И это робит спецподразделение. Мне пытались допытывать у такой камеры. Там некие установки. И там такие фоны, которые давят на мозг. Тем, кому грозит опасность, да, бежать. Посмотреть правде в глаза и бежать. Сохранить себя. Белорусский совок при Лукашенко стал товаром, особенно востребованным среди тех, кто еще помнит колбасу по 2.20. Но, как и при СССР, мифический советский гос на белорусских упаковках означает совсем не знак качества, а клеймо диктатуры. Там натуральный, да. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю.